Ну какой же замечательный получился фестиваль, говорили зрители и участники 28-го кинотавра, не зная, что их ждет на 29-м. Чуть ли не половина фильмов основного конкурса в иной год стали бы безальтернативными обладателями Гран-при. Жюри ждет очень тяжелый выбор. А вот и сами судьи. Артисты Игорь Верник и Оксана Акиншина, продюсер Евгений Генделис, композитор Игорь Вдовин, оператор Ливан Капанадзе, кинокритик Стас Тыркин и режиссер Алексей Попогребский во главе. Семеро на дюжину картин. Мы обсуждали, мы обсуждали. И выяснилось, что мы все примерно в одном русле, но у всех есть немного разные предпочтения, это здорово. Я очень люблю цитату Сидней Люмит. Он был такой знаменитый американский режиссер, у него есть хорошая книжка о том, как делается кино. Его спросили, а как вы добиваетесь от актеров того, что вы хотите? И он сказал, это неправильная постановка вопроса. Как вы помогаете актерам захотеть того, чего хотите вы? Так же вы работали с остальными членами жюри. Секрет. Единодушно мы присуждаем главный приз фильма «Сердце мира». Этот фильм идет под слоганом «Другое кино» от создателей «Аритмии». Режиссер Наталья Мещанинова – автор сценария прошлогоднего «Триумфатора». В авторах сценария как раз его режиссер Борис Хлебников. И очень похожая судьба. Как и у «Аритмии» год назад, кроме Гран-при, приз за лучшую мужскую роль. Знакомьтесь, это Степан Дивонин, влюбивший в себя и судьи, и зрителей, и команду фильма, включая всех животных, с которыми ему пришлось работать на съемках. А тут такой вопросик. Я был ли полноценный их партнер? Потому что было очень сложно с собаками, с лисами, со всеми. И я пытался с ними работать. И был ли я полноценный партнер? Или нет? Ну, собаки не спросишь. «Сердце мира» – этот фильм о людях, собаках и лисах на притравочной станции, который невозможно пересказать, называли фаворитом еще до начала кинотавра и ждали весь фестиваль. Премьера состоялась в последний день, и многим все стало ясно. Это вы, может быть, ожидали, но когда ты находишься внутри конкурса, во-первых, я стараюсь никогда про это не думать, никогда ничего не ждать, потому что это очень губительная вещь для себя. Во-вторых, я поняла, что нам дали, в общем-то, два очень важных приза. И, наверное, ну, как бы, скорее всего, будут… Гран-при получат другое кино. И я думала, что Гран-при получат либо «Война Анны», либо «История одного назначения», честно говоря. Да, я правда не ожидала. Они, впрочем, без своих наград тоже не остались. Внезапно сверхактуальная «История одного назначения» Альве Толстом, защищающим на военном суде провинившегося писаря, приз за лучший сценарий. Большое спасибо жюри, большое спасибо Кинотавру. Я всегда знала, что для того, чтобы получить здесь сценарный приз, все-таки надо стать режиссером. Я надеюсь, что в будущем я переквалифицируюсь в продюсер и дорасту до следующей номинации. А вот фильм «Война Анны» еще один фаворит смотра, пожалуй, действительно заслуживал большего. У картины, и это тот случай, когда можно говорить лишь специальный приз жюри для сенсации фестиваля, актрисы Марты Козлова и, собственно, той самой Анны, девочке, скрывающейся в камине в оккупированной немцами деревне. Ее работу не отметить было нельзя, но главная награда актрисе досталась, пожалуй, главной звезде 29-го Кинотавра Анне Слю, исполнительнице главных ролей аж в двух фильмах конкурса. В чеховском дяде Саше Александра Гордона и подбросах Ивана Твердовского. Приз формально вручен за последний, но, скорее всего, по совокупности. Я несколько раз была на Кинотавре, но на этой сцене я первый раз, и вообще это мой первый в жизни приз. Лучший режиссер, автор самого дикого фильма фестиваля Григорий Константинопольский в «Русском бесе» выступил разом за русского Тарантино, Триера, Финчера и наверняка кого-то еще. Непонятно, какой прокат мог бы быть у этой залитой кровью, остросоциальной, острополитической и даже шизофренической ленты, но теперь шансов чуть больше. Я надеюсь, что это хоть как-то повлияет на то, что у фильма будет лучший прокат. Ну, вот с этой точки зрения, да. В возрожденном спустя 15 лет конкурсе дебютов неожиданное двоевластие жюри, словно фокусники, превратили один золотой шарик в два, наградив ученика Кирилла Серебренникова Александра Горчилина за фильм «Кислота». Я страшнее вас с тем! И ученика Александра Сокорова Владимира Битокова за фильм «Глубокие реки». Мы хотели отметить два фильма, которые, на наш взгляд, резко поднимались над уровнем остальных фильмов программы, и они очень разные, они представляют собой образцы авторского кино, оба, это их объединяет, но в очень разных традициях, и действительно, когда начинаешь задумываться о том, кто был наставником того и другого режиссера, выясняется, что это с одной стороны Сокуров, с другой Серебренников. Художники действительно очень разные, очень серьезные оба, и представляющие разные какие-то очень интересные, важные грани современного кинопроцесса. Кинопроцесс пестрит разными гранями вопреки. Это был не только самый сильный кинотавр за последние годы, но и самый напряженный. Все понимали, каких режиссеров в Сочи нет, все понимали, кого не хватает на церемонии награждения, торжественные слова чередовались с гневными. Киносообщество сплотилось и солидаризировалось перед лицом общей беды. В этом смысле фильм «Победитель. Сердце мира» символичен еще и своим названием. 29-й кинотавр запомнится этим сердцем. Если про сердце, оно как-то прям забилось у всех в одном каком-то правильном ритме, в таком каком-то правильном понимании. Я очень рада, что сейчас так эта церемония, что она сейчас прошла именно так. Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok